Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди. Добро пожаловать в новое видео. Цена биткоина опять падает. В этом выпуске мы посмотрим на технические показатели главной криптовалюты, поговорим про масштабные уровни инфляции, достигающие отметок 2008-го, как это может повлиять на биткоин на краткосроке и долгосроке, а также обсудим майнеров и анчейн-информацию, которая описывает очень интересную ситуацию, в которой находится биткоин. На дневном графике биткоина четвертый день подряд мы падаем. Причем началось это падение в первый же день разблокировок Грейскейл Биткоин Траста. Об этом событии мы говорили около недели назад. На данный момент биткоин за 4 дня упал почти на 10%, и на самом деле это очень-очень незначительно. Судя по сужению полос Боллинджера, нас ожидает большая волатильность очень-очень скоро. И это отличные новости, а то сколько можно уже топтаться в этом коридоре, в котором мы находимся с 19 мая 2021-го. Чем дольше цена будет зажата между этими уровнями, тем ближе волатильная развязка. Об этом также говорит и намек на разворот ширины полос Боллинджера. Точки разворота на этом индикаторе всегда показывают большую волатильность на рынке. Но вот в какую сторону будет эта волатильная развязка, вниз или вверх? Этот вопрос интересует многих. Хочу показать тебе средние скользящие. Картина здесь не очень веселая. Мы наблюдаем крест смерти 200-дневной и 100-дневной скользящих. В момент их пересечения началось новое падение биткоина. Просто-таки идеальное совпадение. На самом деле именно это пересечение является медвежьим сигналом. В июне вот здесь у нас уже был глобальный крест смерти, который за всю историю биткоина появлялся лишь несколько раз. После его образования цена биткоина падает и страдает. При этом с 12 мая 2021-го цена биткоина находится ниже 50-дневной средней скользящей, что очень-очень плохо. Почему же? Потому что на растущих рынках эта скользящая всегда выступала самой нижней линией поддержки. Так было в 2020-м, так же было в 2019-м и наконец-таки в 2017-м году. Соответственно, чтобы продолжать оставаться по быче настроенным на краткосрочной и среднесрочной перспективе, нужно, чтобы цена биткоина вернулась выше этой средней скользящей. Именно тогда и можно говорить о продолжении роста на краткосроке и среднесроке для биткоина. Чтобы сейчас цена биткоина преодолела эту 50-дневную среднюю скользящую, ей нужно закрепиться выше 35200 долларов. Мы на самом деле очень-очень к этому близки. Вот в таком случае можно было бы оставаться оптимистом по отношению к краткосрочной перспективе биткоина. На длинной же дистанции, ты знаешь, я всегда остаюсь оптимистом. Если речь идет о биткоине. Итак, сейчас все зависит от того, установится ли цена биткоина выше 50-дневной средней скользящей. Но, учитывая, что у нас появился вот этот медвежий сигнал, на краткосроке можно ожидать новые провалы биткоина. Особенно учитывая все эти новости и разблокировку грейскейл, которая уже отображается на цене главной криптовалюты. Давай перейдем к анализу OnChainMetric. Я покажу тебе всего лишь две, но они показывают нам очень интересную ситуацию. Начнем с майнеров биткоина. На этом графике мы видим вот эту зеленую диаграмму. Это означает, что майнеры снова переходят в фазу накопления биткоинов. Перед этим весь месяц они просто распродавали свои монеты. Если майнеры снова начинают переходить в фазу накопления, что это значит? Это значит, что по их ожиданиям рынок в будущем будет расти. Пусть даже и не на краткосроке. Иначе зачем им накапливать, а не продавать? Значит, по этим ценам они продавать не хотят. Я думаю, вот эта вся распродажа здесь связана с гонениями в Китае. Теперь многие майнеры переехали в США, Канаду или Казахстан. И начинают снова накапливать свои монеты. Можно считать это неким позитивом на рынке. Теперь давай посмотрим на баланс биткоинов на биржах. Сколько биткоинов хранится на криптовалютных биржах? Оранжевым графиком обозначен биржевой баланс биткоинов, а черным его цена. Мы видим, как с конца апреля баланс биткоинов на биржах начал расти, а цена при этом начала падать. В момент, когда цена биткоина упала максимально низко, люди перестали заводить свои биткоины на бирже. С 2,46 миллиона биткоинов на пике биржевые балансы увеличились до 2,6 миллиона. Сейчас же они снова начали падать и упали уже на 40 тысяч биткоинов. Что все это значит? Вот этот подъем здесь означает, что люди заводили биткоины на бирже, чтобы продать их. А вот это падение графика здесь означает, что люди начали покупать биткоины и выводить их на свои кошельки. И купили они уже 40 тысяч биткоинов. Очевидно, паникующие люди отправляли биткоины на бирже, чтобы их продать. А инвесторы с более-менее стабильной нервной системой откупили эти биткоины. Что еще раз приводит нас к определению криптовалютного рынка, да и любого другого тоже. Рынок это всего лишь механизм передачи богатства из одних рук в другие. Если ты заработал, это означает, что кто-то потерял. И наоборот. И прежде чем перейти к десерту этого выпуска, давай сначала обсудим грейскейл и его разблокировки. Как видишь, 13, 14 и 15 июля уже начались разблокировки грейскейл биткоин траста. Когда инвесторы наконец получают доступ к своим инвестициям и имеют возможность либо зафиксировать прибыли, либо продолжить держать их в этом трасте. К удивлению, все эти дни 13, 14 и 15 биткоин рисовал красные свечи. Если это не совпадение, а тенденция, то самая большая распродажа нас может ожидать 18 июля, 20 июля потенциально тоже. Это не должно обязательно случиться. Возможно, это еще одна спекуляция. Ведь совсем недавно, несколько дней назад, я прочел вот эту статью, в которой Гугенхайм предполагает падение биткоина до 10 тысяч долларов. Это было 12 июля 2021 года. За один день до начала разблокировок грейскейл биткоин траста. Но самое интересное, что когда биткоин достигал новых исторических пиков, 60 тысяч долларов, эта же компания прогнозировала его рост до 600 тысяч долларов. Теперь же 12 июля они говорят уже о 10 тысячах долларов. Из этого я могу сделать только два вывода. Они шортят рынки. Да, они шортят биткоин. И рисуют под свои действия подходящий информационный фон. И второе, биткоин не будет стоить 10 тысяч долларов. Возвращаясь к разблокировке грейскейл биткоин акций, они не приводят именно к спотовым продажам биткоина. Поэтому, скорее всего, драматически не повлияют на его цену. Драматически нет. Но какое-то влияние оказать могут. Поэтому держи в уме вот эти даты. Особенно 18 и 20 июля. Кстати, грейскейл буквально несколько дней назад подписал соглашение с банком B&I Mellon. Банк поможет грейскейл запустить биткоин ETF. Возможно, уже с 1 октября 2021. Скорее всего, с помощью этого ETF банк сможет предлагать своим клиентам криптовалюты к покупке. Это очень интересная новость. Так как грейскейл давно планирует перевести свой биткоин траст в биткоин ETF. И именно тогда клиенты смогут покупать не акции биткоин траста, а уже сам биткоин. Это очень-очень важно. И, наконец, мы переходим к самой главной теме этого выпуска. Инфляция. И как она может повлиять на биткоин на кратко, среднее и долго сроки. И, кстати говоря, повлиять она может совершенно по-разному. Первое, о чем люди думают, когда говорят про инфляцию биткоин как дефляционный актив, что инфляция приводит к росту биткоина, и в этом есть смысл. Но давай разберемся немножко глубже. Потребительские цены в США показали самый резкий рост с 2008 года. Да, инфляция становится все хуже. Мы не удивлены. Мы готовились к этому годами. Мы в биткоине как раз по этой причине. Более того, биткоин и был создан по этой причине. Начнем с того, что такое CPI. Эта аббревиатура в нашем случае обозначает индекс потребительских цен. Этот индекс показывает рост или падение цен на товары в конкретной стране. Товары могут быть совершенно разными. Еда, продукты, энергия, одежда, медицина и так дальше. За пример мы возьмем Соединенные Штаты. Но имей в виду, все то же самое происходит и в других странах. Например, в моей, в Украине или в России. Средний чек в этих странах постоянно растет. Каждый месяц фиксирует не только индекс CPI, но и его изменения по сравнению с прошлым месяцем. Так можно проследить за тем, растут или падают потребительские цены. За крайние 12 месяцев, спойлер, они постоянно растут. На сайте Министерства труда США вышло новое обновление индекса CPI 13 июля 2021 года. Нас интересует вот эта табличка. Я не буду проходиться по конкретным категориям. Я возьму среднюю сумму всех категорий сразу. По выделенной строчке мы видим, что инфляция стремительно растет. Индекс потребительских цен каждый новый месяц все рос и рос. И составил 5,4% в годовом выражении. При этом в апреле было 4,2%, а аналитики ожидали 4,7%. Поэтому инфляция растет даже быстрее ожиданий. Когда в последний раз мы видели такие отметки в 2008 году? При этом даже месяц совпадает. Июль 2008 и вот июль 2021. Практически на рекордной отметке за последние 22 года мы вышли. Тогда в июле 2008 даже биткоина еще не было. Невероятное на тот момент печатание денег в 2008 привело к финансовому кризису, который и стал причиной того, почему Сатоши Накамото создал биткоин. Как ответ на инфляцию и раздувание денежной массы. Так почему же рынки так сильно испугались этой цифры в 5,4% годовой инфляции? Если все происходит так, как это видел Сатоши, то биткоину только лучше, не так ли? Больше инфляции, больше бумажных денег, это же отлично для главной криптовалюты. Ведь ее раздувать и печатать не получится, так же как фиатные деньги, которые каждый день сжигают вашу покупательную способность. Вот здесь нас и ожидает сюрприз. Неожиданный сюрприз. Давай вернемся к этому графику инфляции и посмотрим, что произошло в 2008, когда инфляция достигала таких же уровней, как сегодня. Она резко обвалилась, ушла даже в минус. Она стала дефляцией. Мы жили в период дефляционной модели экономики. Почему же? Правительство вмешалось и обвалило инфляцию. Как же они это сделали? Очень просто. Они подняли процентные ставки. Поэтому рынки сегодня и боятся. Если инфляция достигла таких рекордных уровней снова, то ФРС может вмешаться и поднять процентные ставки опять. А это значит больше никаких бесплатных денег для финансовых и институциональных учреждений. А ведь какая-то часть из этих бесплатных денег, без сомнений, шла прямо в криптовалюты и в биткоин. Инфляция, бесплатные деньги, низкие ставки и печатание денег очень хорошо для биткоина. Но они могут приводить и к негативным событиям на рынке на краткосроке, если ФРС поднимет ставки. Кстати, следующее решение по процентной ставке ФРС будет уже 28 июля 2021 года. То есть уже через две недели. В мае этого года ФРС уже пыталась успокаивать рынки, говоря, что скачок инфляции имеет временный характер. А в прошлом месяце уже сам Джером Паул, который возглавляет ФРС, выступил с заявлениями, что высокая инфляция – это временное явление. Также он заверил, что в скором времени инфляция начнет уменьшаться. С мая этого года они каждый месяц убеждают нас в том, что инфляция вот-вот начнет спадать, а тем временем она все растет и растет. И если они будут неправы и в следующий месяц, значит инфляция не остановится, а значит вся эта веселая братья в скором времени может перестать получать бесплатные деньги с этими очень низкими, а то и нулевыми ставками. Мое мнение по этому поводу следующее. Реальность такова, потребительские цены растут как сумасшедшие. В разных странах темпы отличаются, но закономерность одинаково повсюду. Рост цен. Я думаю, ты это заметил и у себя на родине тоже. Я ожидаю продолжения этой инфляционной дискотеки. Ведь правительство из этой пандемии разожгли огонь, который сам по себе опасен, но и тушить его при этом тоже опасно. Они навряд ли позволят себе поднимать процентные ставки, скорее позволят потребителям страдать и дальше, пока элита будет продолжать получать бесплатные деньги. В любом случае нам нужно осторожно следить за этими событиями, ведь они потенциально могут плохо отразиться на биткоине на краткосрочной перспективе. А ведь главный криптовалютный актив и так подвергается атакам средств массовой информации, то Тесла его разлюбит, то Китай заблокирует. Однако, ребята, на долгосроке растущая инфляционная катастрофа сыграет на руку криптовалюте. Ведь биткоин можно рассматривать как средство защиты от нее, как к способу сохранять свою покупательную способность на длинной дистанции. На этом все, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok